Тут новая дорога, пальмы. Друзья, чистый берег. Друзья, привет! Это Хайфа 24 на 7. Сегодня с вами Олег и моя история. Хочу рассказать вам о том, сколько придется тратить новому репатрианту на жизнь в Израиле в первое время репатриации. Друзья, расскажу вам из своего личного опыта о своих затратах на жизнь в Израиле. Значит, моя семья – это я, жена и ребенок. Да, еще есть две собаки, о них мы тоже расскажем. Итак, самое больше всего, что вас всех интересует, это, наверное, начнем с квартиры. Значит, квартира у меня обычная, самая трехкомнатная, можно даже сказать, хрущевка. В хорошем состоянии, была частично меблирована, техника, кухня была. Хозяин за нее берет 2600 шекелей. Эта сумма не менялась ни разу за тех пять лет, что я переподписывал договор. Хозяин хороший, меня не мучает, я его не мучаю, я его вижу один раз в год на подписании договора. Что-то в квартире поломалось, он сам ремонтирует все за свои деньги. Что-то надо починить – чинит. Надо покрасить побелку – красит – белит. Все хозяин делает сам. Такого хозяина тяжело найти, но такие есть и, как бы, можно найти несложно. Следующий пункт в затрате моего бюджета – это коммунальные услуги. Ребят, подсчитывайте сами на бумажке калькулятор. Значит, электричество в среднем у меня получается 250-300 шекелей в месяц. Кондиционер я не выключаю дома. Он у меня постоянно стоит летом, дует холодом, зимой дует теплом. Постоянок не выключаю. Вода. Вода-то вообще недорого. Не знаю, примерно шекелей 80-100 в месяц мне получается вода. Друзья, Арнона. Арнона – это налог на землю. Мы платим в Ирию, это в мэрию, деньги. За эти деньги нам обслуживают территорию нашего района, нашего квартала. Это полиция, которая патрулирует, это дворники, это постриженные газоны. Ну, примерно вот так. Это чистые улицы. Значит, Арнона у меня получается 372 шекеля. Да, друзья, обратите внимание, что все суммы, что я назвал, это за 2 месяца. В Израиле принято, все квитанции приходят за 2 месяца. Теперь поговорим о питании. Друзья, здесь вообще все просто. Просто едете в супермаркет и покупаете все, что вам надо. В конце месяца подбиваете итог. Значит, каждая моя поездка в супермаркет мне обходится в среднем 600 шекелей, иногда 800 шекелей. Это я покупаю на неделю основные продукты. На протяжении недели, понятно, надо докупать хлеб, молоко, фрукты, овощи. То есть 2-3 раза в неделю еще такие моменты докупаются. Дальше каждую пятницу, субботу, это как бы выходные дни, и, конечно, хочется отдохнуть. Ну, мы, соответственно, выезжаем на природу, в лес, либо просто к друзьям. Ну, это, соответственно, нужен алкоголь, нужно мясо именно для шашлыка. И сопутствующие траты на поездку. Это бензин, это вход в парк, вход на луна-парк. Туда или иначе, везде нужно заплатить за вход. Значит, разберем эти пункты подробнее. Итак, пятница, суббота, поехали отдыхать. Залили в бак 200 шекелей бензина. Заехали в алкогольный магазин. В среднем 300 шекелей купили алкоголь для адам, для мужчин. Это с соком, это с выпивкой. Поехали в мясной отдел, купили мясо. Это 6-8 стейков свиных, килограмма 2 куриного филе, крылышки, там, кто что любит. Это все обойдется примерно 150-200 шекелей. Значит, если любите баранину, килограмм баранины в среднем 90 шекелей. Кстати, очень вкусно в Израиле баранину жарить на огне. В Украине она не такая. Но если же мы выберем более спокойную пятницу-субботу, мы можем поехать куда-нибудь на экскурсию. Это сталактитовые пещеры, примерно возле Бейр-Шевы, либо дельфинариум, океанариум даже в Иерусалиме. Все такие виды отдыха вам обойдутся от 50 шекелей с человека в ход. Друзья, ужин в хорошем ресторане для моей семьи обходится примерно 500 шекелей, иногда 400. Вот средняя стоимость ужина в ресторане на двоих взрослых и ребенка. Итак, друзья, мы провели шикарные выходные. Йом-решон, это воскресенье, начало рабочей недели. Значит, утром встали и на работу. У меня-то бензин остался в машине еще с выходных, а жене надо оплатить проезд. Проезд нам обходится 213 шекелей в месяц. Это безлимитный проезд по всей Хайфе, краю там и ближайшим городкам вокруг Хайфы. 213 шекелей. Если же вы не купили себе абонемент на месяц, вам придется за каждую поездку заплатить 5,90 по Хайфе, либо же 10 шекелей по Хайфе и краю там. Эта поездка будет действительно вам на протяжении полтора часа. Вы можете воспользоваться в любом виде транспорта, даже в поезде. Итак, если же вы не купили билет, не оплатили себе безлимитный абонемент на месячный проезд, что ж, придется заплатить штраф 100 шекелей, так как рано или поздно вас и так поймают. Итак, теперь расскажу вам о ребенке. Плюшки, игрушки, школа, спорт. Все, что требует ваш ребенок. Значит, школа, это в принципе можно даже не относить к статью расходов, потому что вы раз в год заплатили 400 шекелей в школу, официально в кассу. Это покрывает все расходы поездки детей. Они раз через раз в неделю ездят по Израилю в экскурсии разные. Это страховка, туда все включено. Итак, книжки, тетрадки и все, что вам в школе выдали список, что необходимо купить для вашего ребенка для начала учебного года, вам обойдется примерно 500-700 шекелей. Это в зависимости от класса, в котором учится ваш ребенок. Чем старше класс, тем расходы будут чуть-чуть больше. Потому что какие-то там потребности больше. Все. Итак, друзья, теперь рассмотрим досуг ребенка. Тут все сложнее. Отталкиваться будем от того, что сегодня в тренде. Сегодня в тренде серия кукол Лол. Наверное, уже седьмая, может быть еще пятая. Но независимо от того, вам придется это покупать. Одна капсула с куклами Лол обходится 180 шекелей. Рассмотрим вариант ролики. Полный комплект ролики, обмундирование, шлем. Все это обошлось 900 шекелей. Вариант оверборд или гироскутер. Это на двух колесах едет само от давления ребенка. Ребенок у меня хотел, купили, не проблема. 900 шекелей такая игрушка обошлась. Велосипед. Для ребенка BMX средняя стоимость 500 шекелей. Теперь спорт ребенка. Спорт ребенка это дорогое удовольствие. Не только в Израиле, а везде. Значит, художественная гимнастика. В месяц обучение, тренировки это 500 шекелей. Каждое соревнование это от 60 до 150 шекелей. Только за участие в соревнованиях. Перед соревнованиями осмотр врача 120 шекелей. Напомню вам, что у меня две собаки. Французский бульдог и юркширский терьер. Французский бульдог мне обошелся 2500 шекелей. Юркширский терьер тоже 2500 шекелей. Значит, сразу их надо поставить на учет у ветеринара, заплатить в Ирюю налог. Это мне обошлось с каждого по 700 шекелей. Каждая следующая прививка от чумки, там еще от 6 болезней, обходится 150 шекелей. Вывести, сделать дегельмитизацию, это вывести глисты и от блох, это обходится 150 шекелей. Перед каждой прививкой это надо делать. Прививка от сказа и сразу платим налог за собаку, обходится, значит, первая прививка 700 шекелей. Все последующие прививки по 400 шекелей. Дальше, еда для собак. Большой корм для собаки. Мешок корма обходится 360 шекелей. Это с доставкой на дом. Независимо от того, дома вы или не дома, курьер привезет, поставит возле вашей двери и этот корм никуда не денется. Да, маленькая такая клюшечка. Всегда с пакетом корма есть маленький кулечек с игрушечкой для собаки или с каким-то лакомством. Очень приятно. Так делают практически все магазины в Израиле, которые занимаются зоотоварами. Итак, друзья, теперь хочу подытожить, что же это было за видео. Хочу просто, чтобы вы примерно на моем примере ориентировались на то, сколько люди тратят в Израиле. Я рассказал свои траты. То есть, от этого вы можете отталкиваться плюс-минус. Можете экономить, если будете покупать в других супермаркетах. Можете сэкономить, если будете покупать по акциям. Этого всего в Израиле в достатке. Друзья, обязательно подписываемся на канал, ставьте лайки под видео. И не забудьте, что можно комментировать. Все, что вас интересует, спрашивайте. Пишите в комментариях. Может быть, вас заинтересовала любая из тех тем, которую я сегодня поднял. Я распишу вам до шекеля траты на тот или иной вопрос, который вас заинтересовал. Спасибо. До встречи.